Всем добрый день. Меня зовут Михаил Хромойкин, я продакт-мейджер компании Руки. Давайте проверим связь. Те, кто подключился, скажите, все слышно, видно? Добрый день, тем, кто присоединился. Скажите, слышно ли, видно? Отлично. Хорошо, тогда будем начинать. Еще раз скажу, меня зовут Михаил Хромойкин, я продакт-мейджер компании Руки. Я расскажу, как и зачем вы сможете продвигаться в Телеграм. Давайте вначале я спрошу, кто уже запускал рекламу в Телеграме, чтобы я понимал, как подробно мне нужно рассказывать. Напишите плюс, если уже запускали рекламу в Телеграме, минус, если не запускали. Вижу много минусов. Да, никто не запускал, опыта нету, я понял. Хорошо, будем подробно об этом говорить. Можете тогда рассказать, из каких сфер вы бизнеса? Чтобы я, может быть, конкретно затронул в примерах именно вашу сферу. IT. Интернет-магазины. Фитнес. Консалтинг в двух услугах, я понял. Хорошо, тогда давайте будем начинать. Вы сможете задавать вопросы в чате, и в конце я к ней вернусь. Постараюсь на это не прерываться во время выступления. Но вы задавайте вопросы, потом я буду просматривать и на все отвечать. Смотри, сейчас я расскажу, как и зачем он продвигается в Телеграме, чем он отличается от других соцсетей, как сделать рекламу более эффективной. И в конце я разберу кейсы наших клиентов из разных сфер бизнеса. Еще раз скажу, что меня зовут Михаил Хромойкин, я пайлот-менеджер компании «Руки». И вначале я хотел бы поделиться последними новостями. Из-за того, что некоторые соцсети перестали работать в России в Телеграм, начали появляться десятки тысяч новых каналов ежедневно. Блогеры массово создают каналы и приводят туда свою аудиторию. Если еще месяц назад русскоязычные каналы регистрировали 3-4 миллиона новых подписок в день, то в марте уже были данные о 16 миллионах подписок канала в день. Также в марте Телеграм обошел по популярности WhatsApp и опередил его по количеству трафика. Наверняка вы уже слышали такие новости. Если были опасения, что Телеграм может уйти из российского рынка, то Павел Дуров сделал заявление, что Телеграм продолжит свою работу в России, а значит мы с вами сможем дальше привлекать клиентов с Телеграма. Давайте посмотрим, чем отличается Телеграм от других соцсетей. Вообще, зачем люди используют Телеграм? Люди его используют для общения с коллегами и друзьями, читают там новости и заказывают различные услуги. За последний год разговоров в Телеграме очень много. По меру Телеграм уже скачали больше одного миллиарда раз. В России Телеграм на втором месте по скачиванию среди приложений, а его аудиторию уже 55 миллионов человек. Чем интересен Телеграм? Что там низкая конкуренция для рекомендателей и довольно-таки активная аудитория? Так давайте посмотрим, как же нам бы использовать для рекламы. Если для вас такой был вопрос, то вы сможете запустить рекламу в Телеграм-каналах, которые читает ваша аудитория. Например, если мы будем искать каналы, которые читают люди, работающие в медицинской сфере, или каналы, где обычно люди читают Советы о здоровье, то мы бы выбирали из 600 каналов с тематикой медицины. А также, если, например, я увидел, были люди с тематикой фитнеса, интернет-магазины, вы просто выбираете тематику, которая подходит вашей аудитории. То есть, например, если это интернет-магазин для детей, или для семьи, для женщин, выбираете свою аудиторию, ищите эти каналы, и там можно запускать рекламу. Если вы продвигаете услуги в определенном городе, то можно найти локальные каналы. Например, Новости Петербурга, или куда сходить в Новосибирске и продвигаться так. Также возможно найти более узкую аудиторию. Например, для одного из наших клиентов мы искали каналы с родителями детей дошкольного возраста из Москвы. И тоже такие каналы есть, в них можно развлечать рекламу. По поводу охвата в соцсетях. Этому графику, конечно, уже больше месяца, и ситуация сейчас немного изменилась. Но давайте его рассмотрим, чтобы понять, почему стоит выбрать Telegram в качестве рекламной площадки. Глядя на этот график, появляется вопрос, зачем рекламироваться в Telegram, если в других соцсетях больше людей. Так вот, по недавним исследованиям, половина пользователей Telegram ответила, что редко замечает рекламу в Telegram. Ведь реклама есть практически во всех каналах. Люди воспринимают рекламу как обычные посты в каналах, как рекомендации от авторов канала. К тому же реклама в Telegram пока что довольно недорогая, и этим стоит пользоваться. По поводу действий, которые люди совершают в Telegram. Стедовская компания Mediascope проанализировала социальные сети по действиям, и вот в Telegram пользователи чаще ищут и покупают товары и услуги. А именно это нам с вами и нужно. Поэтому мы здесь с вами собрались, чтобы продвинуть свои товары и услуги. Давайте посмотрим, как количество рекламы в Telegram растет пропорционально росту постов в каналах. Здесь мы видим, что в конце прошлого года количество рекламных постов выросло до 15 миллионов. И я напомню, что эти 15 миллионов рекламных постов половина пользователей воспринимает не как рекламу, а как рекомендации от авторов. И поэтому воспринимает их гораздо лучше, чем обычная реклама. Давайте посмотрим, как выглядит рекламный пост. В посте чаще всего описываются проблемы аудитории, предлагается какое-то решение. Вы можете использовать картинку, видео или гиф, желательно до 15 мегабайт. Также текст поста должен быть не больше 1024 символов. В текст можно добавлять абсолютно любые ссылки. А под постом можно разместить кнопку, которая привлекает больше внимания. Если посмотрите на эти два поста, то кнопка находится вот здесь вот на правом слайде внизу. Это кнопка с словами «Перейти на сайт». Также можно добавлять какие-то свои фразы на кнопку, чтобы привлечь больше аудитории. Например, «Получить скидку» или «Купить только сегодня». И такие кнопки привлекают больше внимания, конверсируют больше переходов, чем обычные ссылки, которые, например, вот так вот указаны в посте. Так, по поводу аудитории в Telegram. На графике вы можете увидеть, что в Telegram есть аудитория практически любого возраста. Немного преобладает аудитория в возрасте от 25 до 34 лет, но в целом аудиторию любого возраста можно найти в Telegram. По сфере деятельности. Больше всего людей из IT, производства, торговли, маркетинга и образования. Вообще в Telegram можно найти каналы практически по любой сфере деятельности. Если вы знаете, кто ваши клиенты, то их без труда можно найти в Telegram. И для разной аудитории можно делать разные рекламные посты с разным посылом. То есть если вы ориентируетесь на разные группы клиентов, то можно запускать ваш рекламный пост с разным посылом для разных каналов. Что еще интересного по аудитории в Telegram? Люди любят подписываться сразу на много Telegram-каналов. Это мы увидим из того, что около 40% пользователей читают от 11 до 25 каналов. Вы, наверняка, это тоже замечали по себе, если пользуетесь Telegram, что вы читаете не один канал, а сразу от 10 каналов примерно. А, да, вот я про это уже сказал, что ли подписываются более чем на 15 каналов. Давайте посмотрим отличия каналах и чатов. Из самого очевидного, канал ведет один или несколько авторов. Грубо говоря, канал — это новостная лента или авторский блог по конкретной тематике. Обычные подписчики могут просматривать посты, голосовать в этих каналах, а иногда комментировать посты и ставить реакции. В чате весь контент делают подписчики, а авторы канала только модерируют этот чат, то есть удаляют посты не по теме или нарушают правила этого чата. В чатах люди обычно обмениваются опытом. Канал же часто носит информационный характер и не предполагает ответной реакции от подписчиков. Если рассматривать отличия подробнее, то в канале мы можем видеть количество подписчиков. Оно находится сразу под названием канала. Также мы можем видеть, сколько людей увидели пост. Это находится прямо около каждого поста. Можем видеть реакции, которые находятся под постом и сколько комментариев. Также можем перейти в комментарии, почитать комментарии и понять, что же люди... Во-первых, насколько активна аудитория в этом канале. Можем понять по комментариям. А во-вторых, понять, что же ее интересует. При этом мы не можем посмотреть информацию о подписчиках канала. Ни имен, ни ников, ни телефонов нам недоступно. Вы сможете узнать ник подписчика канала только если подписчик написал комментарий к посту. То есть если вы перейдете в комментарии этого канала, там будет как раз-таки три человека. И вот у этих трех человек вы можете посмотреть ники, например, им написать что-то, задать вопрос. Но вы не сможете увидеть телефоны или ники вот всех 54 тысяч подписчиков в Телеграме. Это невозможно, потому что эта площадка очень сильно следит за конфиденциальностью и за личной информацией пользователей. Что же с чатом? В чате вы можете увидеть количество подписчиков. Оно находится прямо под названием канала. А также вы уже здесь видите количество подписчиков, которые находятся в данный момент в сети. И также можете видеть информацию о том, сколько человек увидели... Так, прошу прощения. Информацию о том, сколько человек увидели конкретный пост, нет. Также нету комментариев в чатах, потому что, в принципе, чат — это место, которое, можно сказать, собрал в себе одни комментарии. То есть люди там переписываются. Это, в принципе, одна площадка для комментариев. Здесь вы видите, что нету рядом с постами цифр никаких. То есть мы не знаем, сколько человек, какие посты посмотрели. И также мы не видим здесь комментариев конкретным постам. В чате поэтому гораздо сложнее прогнозировать охваты поста, потому что нету цифр по просмотрам. И нам сложно понять, сколько же действительно людей читают посты. Также из-за того, что часто чаты созданы для общения, за день в ленте чата могут быть опубликованы десятки или сотни постов. И вероятно, что посты рекламы затеряются выше. И что же в этом случае делают авторы чата? Они используют закрепленные сообщения. Если вы увидите здесь, в самом верху чата, есть закрепленные сообщения. Если мы будем размещать рекламу в чате, чтобы эта реклама сразу же не пропала после 5-10 сообщений от пользователей, то вот наша реклама закрепляется здесь, в закрепленных сообщениях. Также можно делать и в обычных каналах. То есть вы можете размещать просто рекламу в посте. Там, конечно же, она будет гораздо медленнее уходить вверх, гораздо медленнее скрываться от взгляда подписчиков. Но также ее добавляют в закрепленные сообщения, чтобы больше людей увидели этот рекламный пост в случае, если реклама уйдет слишком высоко и не будет быстрого доступа к ней. Давайте посмотрим, как найти каналы и чата в Telegram. На самом деле есть три способа, как это сделать. Найти можно каналы через поиск прямо в приложении Telegram, воспользоваться с сайтами с каталогами каналов, а еще можно использовать ботов для поиска каналов. Сейчас я разберу каждый способ подробнее. Например, вот поиск в Telegram. Из плюсов это быстро. Ну, наверное, и все. При поиске в приложении Telegram мы сможем увидеть максимум 10 каналов. И я не очень, например, понимаю, почему именно эти 10 каналов у меня другие, чем они лучше других. И поэтому я лично этот способ использую редко. Вы можете увидеть, что вот это обычная страница Telegram. Здесь слева строка поиска. Я забиваю слова, по которым я ищу канал, и мне выдаются эти 10 каналов. И вот по этим 10 каналам я могу выбирать. Ну, конечно, 10 каналов — это не очень-то большой выбор, поэтому давайте посмотрим, что еще мы можем сделать. Можем обратиться к поиску в каталоге. Мы можем использовать один из сайтов с каталогами. Я рекомендую сайты типа Telegram Analytics либо Telemetr. Здесь вы видите примеры сайта Telegram Analytics. Здесь уже можно выбрать страну канала, язык канала, тематику канала и задать дополнительные параметры в расширенном посте. Если видите, здесь вы задаете страну, здесь язык. Здесь же выбираете тематики. Здесь нажимаете стрелочку, выбираете из ряда тематик, которые представлены в этом каталоге. И здесь же можно выбрать, когда был последний пост в этом канале. Если вам нужно, чтобы там были посты ежедневно, вы можете выбирать, чтобы пост вчера. Либо, если такой необходимости нет, вы можете выбрать просто за 7 дней, либо меньший период. И уже по этим параметрам вы можете увидеть каналы. Их уже будет гораздо больше. В каталоге, конечно, есть не все каналы, поэтому пользуются несколькими каталогами, чтобы точно найти нужные каналы. В каталогах, конечно, будете видеть не по 10 каналов, а в разных тематиках вы будете видеть по нескольку тысяч каналов. И дальше я вам расскажу, как понять, в каком телеграме вы можете запустить рекламу, как определить, какой канал хороший. Сейчас, буквально через пару слайдов, разберем еще один способ, как найти канал. Можно найти канал с помощью бота. Если вы знаете название канала нужного бота, то можете найти его в поиске Телеграма. Здесь я использую бот, который называется Mother Search. То есть я ввожу название бота для поиска каналов. Например, Mother Search, который я сейчас использую. И также ввожу ключевое слово, по которому я веду поиск. Например, вот так же бизнес. Он выдает мне каналы и посты с упоминанием этого слова. То есть можно искать не просто каналы с этим способом, но еще и конкретные посты. Можно, например, найти каналы, которые у себя публикуют информацию о конкретных новостях либо конкретных фразах. То есть если вы запишите вот сюда фразу, которую вы ищете, вы увидите посты и каналы, которые вам нужны. И здесь он предлагает уже 4000 вариантов, из которых я могу выбрать. То есть тоже гораздо больше, чем 10 при стандартном поиске в Телеграме. Сейчас я расскажу, как выбрать качественный канал в Телеграме и что нам поможет это сделать. На самом деле неважно, как вы найдете канал. Главное определить, что этот канал качественный и принесет лучший эффект. Есть специальные сайты, где есть не только список каналов, а также есть статистика по каналам. Например, сайты Телеметра и Телеграм Аналитикс. И вот вы видите на слайде как раз-таки, например, из Телеметра. Здесь видите три канала. Может быть, с какими-то данными вы знакомы, с какими-то нет. Я про те данные, которые вот наверху находятся. Подписчики, прирост, суммарный охват, охват поста, ИРР и ИЦ. Здесь, может быть, непонятно, что такое ИЦ. ИЦ означает индекс цитирования. То есть он выше, если этот канал чаще упоминается в других каналах. И про ИРР я вот внизу написал. Давайте сейчас, чтобы понять, насколько вы понимаете эти показатели или как вы дальше будете с этими показателями работать, я сейчас задам вопрос. Из этих трех каналов, основываясь только на этих данных, которые есть на слайде, какой канал вы бы выбрали для рекламы? Посмотрите на все цифры и скажите, один, два или три. В каком канале вы бы запустили рекламу? Какой вам кажется канал лучше всего подходит для этого из этих трех каналов? Так, уже вижу разные варианты. Один, два, три. Три, три, один, два. Да, тогда я вижу, что единого мнения нет. Смотрите, что делаю конкретно я. Если у меня есть только эти данные, которые есть на слайде, то я ориентируюсь сначала на ИРР. То есть ИРР — это уровень увеличенности аудитории. То есть это процентное отношение охвата поста к подписчикам. Здесь я понимаю, сколько процентов подписчиков канала реально смотрят посты этого канала. И если я смотрю только на эти данные, я бы выбирал по ИРР. И здесь я бы выбрал второй канал. Потому что вот здесь эти показатели гораздо ниже. И вот эти вот показатели, они могут быть накручены. То есть если, например, у одного канала сразу 10 каналов, то есть одному автору принадлежит сразу 10 каналов, он может постоянно себя перепубликовывать в разных каналах и так повышать свой индекс цитируемости. Ну и также на другие показатели можно влиять. А ИРР гораздо сложнее подделать, гораздо сложнее накрутить. Поэтому я вот, если только эти данные не даны, я на ИРР ориентируюсь. Давайте посмотрим, что же нам делать дальше. После того, как я проверил ИРР, я проверяю статистику по подписчикам за последние месяцы. Если количество подписчиков растет органически и без скачков, это значит, что канал интересен людям, и на него подписываются, скорее всего, живые люди. Если же количество подписчиков уменьшается, то вот такой канал я бы избегал, потому что интерес идеи к ним падает. Есть также вариант графика в виде пилы, который здесь не представлен. Вы его можете представить. Это повышение вверх-вниз, вверх-вниз. И такие скачки ведут постоянно. Изо дня в день это... То есть, например, подписались тысяча человек, отписались тысяча человек. Это, скорее всего, некачественные подписчики, это боты. И такие каналы я бы тоже советовал избегать. То есть, идеальный вариант — это график, который представлен справа, когда подписчики постоянно увеличиваются. Либо, как минимум, чтобы количество подписчиков было примерно одинакового уровня, то есть, просто горизонтальная полоса. На что еще обратить внимание в канале? После того, как мы проверили, что показатель увеличенности выше 20%, аудитория увеличивается. Мы увидели на графике, что аудитория увеличивается. Мы должны перейти в канал и посмотреть, когда был последний пост, и как часто там бывают посты. Оптимально будет выбирать канал с ежедневными публикациями. А если это новостный канал, то лучше, чтобы публикаций было больше трех-пяти в день. Ведь довольно странно видеть новостной канал, который ориентируется только на новости, и там будет всего одна новость в день. Также, если какие-то каналы предполагают размещение нескольких постов в день, ну, вот по типу новостных, то тоже смотрите, чтобы там постоянно были публикации. То есть, один канал в день, один канал в несколько дней, тоже нам такое не подает. Прилистайте. Я также советую прилистать еду канала и посмотреть, сколько в канале рекламных постов. В хороших каналах вы не встретите много рекламных постов, потому что администраторы канала удаляют рекламу старше нескольких дней. Это делается, чтобы лента канала выглядела чище, так она будет более привлекательной для других рекламодателей и для самих пользователей, которым тоже не всегда хочется увидеть одни рекламные посты, а также хочется получать информацию. Именно за этим они подписываются на каналы. Также проверьте соответствие теме. Название канала и заявленная тематика в каталогах может отличаться от того, что вы увидите в самом канале. Поэтому я советую вам перейти в канал, почитать посты, чтобы понять, что это именно та тематика, которая вам нужна, что в ней находится именно та аудитория, которая вам нужна. В некоторых каналах есть возможность комментировать посты. Она есть не во всех каналах. И по комментариям можно многое понять об аудитории. Если у поста тысячи просмотров и всего пару комментариев с какими-то смайликами или общими словами вроде «отлично», «здорово» или что-то такое, то, возможно, в канале одни боты и накрученные подписчики. Если же в комментариях вопросы по теме или именно с мыслями высказывания, то живые люди точно в этом канале есть. Это такой хороший показатель, чтобы понять, насколько там живых людей, насколько там вообще эффективно размещаться. Поэтому комментарии смотрите. Это очень хороший показатель, чтобы понять качество канала. Давайте посмотрим, что повышает конверсию постов. Ну и, конечно же, кроме очевидного интересного текста поста, можно повысить эффективность рекламы с помощью нескольких способов. Это переходы внутри Телеграм, так как пользователи охотнее переходят в другие каналы и боты, чем просто на ссылки отдельно в каких-то других сайтах и в других социальных сетях. Поэтому лучше рекламировать Телеграм-канал либо бот, если они у вас есть. Если нет, то можете подумать о том, чтобы завести. Но если у вас нет, то это просто стоит об этом задуматься. Это очень большая работа. Канал нужно постоянно вести. Бот тоже нужно постоянно обслуживать. Поэтому вы смотрите сами. Но говорят про то, что в каналы и боты люди переходят охотнее, чем просто на сайты. Также видео привлекает больше внимания, чем картинка. Поэтому если у вас есть какие-то видеоролики, используйте их в рекламном посте. Потому что пользователю гораздо быстрее и проще узнать, в подробности из видео, чем из текста. Также можно использовать сообщения об акциях, скидках или нестандартный подход. Например, я немного подробнее расскажу о нестандартном подходе дальше. Поэтому сейчас это немного пропустим. Если у вас есть бот, либо вы задумываетесь о том, что бы его сделать, то вот примеры, как можно использовать бота. Здесь три варианта использования бота. Их, конечно, гораздо больше. Но чтобы объяснить суть ботов, этого хватит. Бот — это вообще отдельная история. В Телеграме есть много ботов, которые помогают автоматизировать работу. И вот касательно нестандартного подхода, посмотрите на пост слева. Наш клиент здесь попытался заинтересовать аудиторию игрой. А бот при этом раздавал призы и скидки за правильные ответы. Честно говоря, для этого даже не нужен специальный бот. Пользователь может думать, что все автоматизировано, а через бота может сидеть просто ваш менеджер, который будет отправить вопросы и правильные ответы. Ну и также присылать скидки за правильные ответы. По центру у нас пример чата с менеджером. Здесь все просто. На другом конце бота ваш менеджер, который принимает заявки, отвечает на вопросы клиента. Людям гораздо проще написать, чем позвонить. И поэтому клиенты охотнее напишут менеджеру. Здесь еще это гораздо проще, чем наставлять ссылку на ваш сайт. Можете просто оставить ссылку на чат-бот, и там уже люди будут гораздо быстрее задавать вопросы. И справа пример использования бота, который записывает на вебинар. Здесь мы пытаемся упросить путь пользователя, ведь если рекламу на вебинар вы публикуете в Телеграме, то нужно дать возможность записаться на него в Телеграме, а не на форекс куда-то еще, где можно дополнительно оставлять какие-то свои данные, дополнительно регистрироваться. Тем более такие боты могут управлять напоминания о том, что приближается вебинар, например, не пропустите такого-то числа, в такое-то время его ссылку. И непосредственно перед самим вебинаром они тоже будут прислать уведомления. Дальше я разберу кейсы наших клиентов. И, может быть, кто-то увидит в своей тематике, и если будут какие-то конкретные вопросы, можете задавать. Здесь вы видите пример рекламы YouTube-канала. К нам обратилась сеть медицинских центров из Москвы, чтобы привлечь клиентов. Они завели YouTube-канал. На этом YouTube-канале они публиковали интервью с врачами на актуальные темы. К нам они обратились, чтобы увеличить охват двух видеороликов про COVID-19 и про вакцину, которые они делали с врачами клиник. Мы разнесли рекламу в каналах по тематике здоровья, и мы получили 101 тысячи просмотров, и 354 раза этими постами поделились. Клиент получил подписки на канал для просмотра этих видео. Дальше я буду показывать, что можно рекламировать. То есть, например, можно рекламировать не только YouTube-канал, другие соцсети. Можно рекламировать сайты. Ну, конечно, с соцсетями сейчас гораздо важнее, потому что не все соцсети сейчас можно рекламировать, поэтому обращайте на это внимание. Здесь реклама Телеграм-канала. Этот клиент предоставляет услуги по получению второго гражданства. У него, конечно же, есть сайт, но также он создал Телеграм-канал для оперативных новостей для тех, кому интересно второе гражданство. Мы подобрали каналы про иммиграцию, и пост набрал больше 10 тысяч просмотров, а посылки перешли 850 раз. Конверсия из просмотра поста в клике была практически почти 8%, а стоимость одного клика у этого клиента стоила меньше 6 рублей. Могу сказать, что этот клиент потратил, если не ошибаюсь, до 10 тысяч рублей на рекламу и получил такие хорошие результаты. Еще могу сказать, что у него было до запуска рекламы, по-моему, 200 подписчиков на канал. После того, как ему запустили рекламу, количество подписчиков увеличилось до 9 тысяч. Это все произошло благодаря астрофанному радио, то есть из этих 850 людей, которые перешли на этот канал, они еще поделились с другими людьми, те с другими людьми, и так за несколько дней этот канал набрал 9 тысяч подписчиков. И как он говорит сам, что он нигде больше, кроме как через нас, не размещался. Поэтому эти цифры должны быть правдивыми. Вот здесь реклама сайта и системы для сотрудников. И на самом деле, чем сложнее продукты, чем уже аудитория, тем меньше может быть конверсия. Для клиента, занимающегося созданием системы для информирования и контроля работы сотрудников, мы подобрали канал с аудиторией руководителей компании и каналы из бизнес-темантики. Реклама для такой аудитории стоит в разы дороже, потому что каждый клиент здесь намного ценнее. Это происходит потому, что в этих тематиках также любят размещаться банки, также любят размещаться страховые компании, в общем, большие компании, у которых есть деньги, которые готовы тратить деньги на привлечение новых платежеспособных клиентов. Поэтому бизнес-темантики, тематики для руководителей, они гораздо дороже, чем тематики общей направленности. Ну и также могу сказать еще, что дорогие тематики по инвестиции, про недвижимость, про криптовалюту, то есть там, где люди более специализированы, там, где люди с деньгами, там гораздо сложнее запустить, ну не столько сложнее, но сколько дороже запустить рекламу. Здесь дальше вы видите пример рекламы медицинской клиники, опять же. Здесь клиент рекламировал услуги теста для беременных, чтобы выявить возможные проблемы со здоровьем ребенка на ранних стадиях беременности. И за скромный бюджет мы получили 153 перехода на сайт. Клиент тоже, если не ошибаюсь, потратил не больше 10 тысяч рублей при этом. Здесь я как раз таки расскажу про бюджеты на каждую тематику. Здесь, конечно, может быть милка, но можете понять примерно, если у вас есть вопросы с каким бюджетом заходить, то здесь примерно рекомендация есть. Здесь, на самом деле, даже первую рекомендацию я бы поправил сейчас, так как цены поднялись за последние пару месяцев, я бы рекомендовал не от 5 тысяч, а от 10 тысяч заходить даже в тематики, даже в каналы с общими тематиками. То есть каналы с общими тематиками, если плохо видно, не знаю, насколько хорошо видно, то это мода, стиль, хобби, путешествия, ремонт, строительство, еда, кулинария, фитнес, то есть где не нужна какая-то конфетика, где люди работают, не нужны люди с какими-то профессиональными способностями. То есть это просто тематики, которые могут быть, которые могут читать практически все. У этих тематик гораздо дешевле, в этих каналах дешевле разместиться, и там на самом деле гораздо чаще встречаются каналы с большой аудиторией, потому что у них нет проблем найти именно свою аудиторию, потому что есть много аудитории, которые этим интересуются. На втором месте я выделил по дороговизне, можно так сказать, тематики как раз-таки сферы бизнеса, недвижимости, новости, юриспруденция, то есть такое, где как раз-таки нужна специализация, где есть профессионал своего дела, где публикуются подстаты, экспертов, то есть там уже сложнее набрать аудиторию таким каналом, и в принципе в таких каналах аудитория будет гораздо меньше, чем в каналах с общей тематикой. Ну и самые дорогие считаются каналы по экономике, финансам, криптовалютам, инвестициям, маркетингу и пиарам. В эти каналы стоит заходить с бюджетом от 35 тысяч рублей. Ну и, конечно же, эти показатели, то есть то, что я говорю от 10, от 15, от 35 тысяч рублей, и это не означает, что именно с этими цифрами нужно заходить, это минимум. То есть, скорее всего, за эту цифру вы сможете найти один, два, три канала. И, например, если вы хотите увеличить охват, то есть, например, чтобы охвата у вас был больше, то нужно увеличивать сумму. И еще были, не знаю, вопросы по тому, сколько примерно стоит в конкретном канале реклама. Смотрите, здесь вопрос такой, что в каждом канале своя стоимость рекламы. То есть автор сам определяет, сколько должна стоить реклама в его канале. И на самом деле это практически никак не объементировано. То есть, сколько автор канала решит, столько и будет. И на самом деле здесь можно будет проследить изменения только по тематике. То есть уже сразу можно сказать, что по инвестициям будет дорогое размещение рекламы, а по фитнесу, например, дешевле. Но, например, если мы будем рассматривать каналы по фитнесу, где от 100 тысяч человек, то там будет сравнимая тоже цифра. То есть тоже может быть гораздо дороже. Ну, примерно так же стоит, сколько и в инвестициях, хотя в криптовалюте, в инвестициях, например, людей будет гораздо меньше в каналах. Также по поводу чистоты рекламы. По одной из концепций, одноразовый контакт с рекламой не приводит к запоминанию и росту узнаваемости. Нужно появляться перед глазами аудитории не менее трех раз, чтобы они запомнили бренд. Мы также рекомендуем нашим клиентам, чтобы они размещали не один раз в этом канале либо в похожих каналах, а как минимум три раза. То есть если вы разместили один раз в канале и, в принципе, ваш бренд какой-то новый либо неизвестен широкой аудитории, то не стоит ждать больших результатов от единичного размещения, потому что клиент, скорее всего, вас увидит первый раз, возможно, перейдет на ваш сайт, и на этом все закончится. Когда он вас увидит второй раз, он вспомнит, что да, он вас уже видел, и в третий раз он скажет, да, я их помню, и, пожалуй, можно уже у них что-то купить либо воспользоваться их акцией, потому что он уже их знает. Либо у них когда кто-нибудь спросит или спросит совет, они уже могут вас порекомендовать, потому что они уже воспоминят, потому что они вас видели уже некоторое количество раз. Практически никто не запоминает компании, которые они видели всего один раз в рекламном посте, поэтому стоит размещаться по несколько раз. По поводу того, что предлагаем мы в сервисы руки и что можете сделать вы. Смотрите, вы можете разобраться с рекламой в Телеграме сами или выделить отдельного менеджера. Также вы можете обратиться к нам и ускорить процесс запуска рекламы на качественных площадках. Смотрите, вы можете потратить время, чтобы разобраться с каналами, то есть вам нужно будет понять, какие каналы качественные и некачественные. По опыту могу сказать, что подбор каналов занимает не меньше двух-трех дней, потому что нужно не только найти эти каналы, нужно договориться о стоимости размещения, нужно договориться о вариантах оплаты, потому что в разных каналах есть разные варианты оплаты, которые вам могут не подходить. Например, какие-то каналы могут принимать оплату только на U-Money, какие-то каналы могут только на Kiwi принимать, какие-то каналы только по картам, которые, например, у вас в Сбербанк, какие-то каналы только на Синьков принимают, либо какие-то каналы принимают только официальные оплаты на ИП, на ООО. Это все занимает время. Чтобы найти какой-то список каналов, нужно потратить несколько дней. Также нужно подождать своей очереди на размещение рекламы. И если это большой канал с большой аудиторией, то там вас поставят в очередь на рекламу. То есть это будет не сразу же в этот же день, это будет через несколько дней, может быть, через неделю. Если канал очень популярный, то, может быть, вам скажут, что вот в этом месяце есть только одно место и только в следующем. Поэтому тоже это все стоит учитывать при рекламе в каналах. Мы же уже с этим совсем столкнулись. У нас есть каналы, которые размещают наших клиентов сразу, у которых понятные системы оплаты, у которых эффективность размещенных постов высокая. То есть такие каналы находятся в нашей базе, и в таких каналах мы размещаем рекламу. Вы можете заняться тоже разработкой такой базы самостоятельно, найти какую-то базу на стороне, ну, или можете обратиться к нам. Ну, и так выглядит создание рекламного поста в нашем личном кабинете. В принципе, ничего сложного. Примерно то же самое вы сможете найти где-то еще в интернете те, кто запускает, либо обратиться к нам. Сейчас, наверное, я буду отвечать на вопросы. Здесь мои контактные данные, моя почта. Первая ссылка — это мой ник в Телеграме. Если появятся какие-то вопросы, если что-то не отвечу здесь, можете написать мне туда. А сейчас я буду отвечать на вопросы. Если что-то я не увижу, то можете задать вопрос еще раз. Сколько висит реклама на канале, через сколько автор ее удалит? Смотрите, когда вы запрашиваете стоимость у канала, вам сразу предлагают условия размещения. Чаще всего это размещение на одни сутки. То есть одни сутки эту рекламу проводят в ленте канала, и один час этот канал проводит в закрепленных сообщениях. Если помните, я несколько слайдов назад вам показывал, что есть закрепленные сообщения, и в таких закрепленных сообщениях публикация проводит один час. Есть также варианты, когда с каналами можно договориться, либо они сами предлагают размещение на больше сотни, например, на три дня, на пять дней, либо без удаления совсем. И это, конечно, стоит все обговаривать, потому что чем дольше пост находится в канале, тем это дороже. Ну и, во-вторых, каждый последующий день он менее эффективный, чем предыдущий. То есть первый день самый эффективный. Если мы тем более размещаемся в каких-то каналах, где будет много постов в день, например, пять-десять постов в день, то ваш пост сразу же уйдет куда-то наверх, сразу же уйдет куда-то, где его никто не увидит, и поэтому размещаться больше, чем на один-два дня вообще не по смыслу в каких каналах. Вот, надеюсь, я ответил на вопрос. Так. Можно ли посмотреть еще примеры эффективности? Так, сейчас минутку. У меня пропал чат, не знаю, как к нему вернуться. Теперь у меня только одно сообщение. А, все, вижу, вижу. Так. Смотрите, ну, по поводу эффективности других рекламных постов здесь у меня их нету. Мы, конечно, размещаем и других наших клиентов, но именно по бюджету. То есть здесь были показаны клиенты с относительно невысоким бюджетом, примерно на 10 тысяч. Есть клиенты, которые приходят и на 100 тысяч, и на миллион, но здесь я их не учитывал, и при этом нужно нам было получить разрешение каждого клиента на публикацию результатов. Это вот клиенты, которые дали добро. Могу сказать, что по поводу эффективности можно ориентироваться на следующие цифры, что в зависимости от тематики можно будет ориентироваться на процент конверсии в переходы примерно от полупроцента до семи процентов. То есть если вы смотрите, что, например, там 100 тысяч просмотров поста, то вы понимаете, что вот, например, если у вас какая-то сложная тематика, например, как я уже показывал, это какие-то сложные системы для офисов, либо для руководителей, которые они все сразу поймут, то это примерно будет полупроцента. Вы поймете, что только полупроцента от этих 100 тысяч реально перейдут на сайт. Если у вас что-то популярное, например, что не нужно конкретно объяснять, например, онлайн-образование или подписка на канал, то есть что не нужно, что требует каких-то простых действий, ну да, онлайн-образование, вебинары, наверное, они уже могут собирать там 5-6%, то есть 5-6% от Ахвата, то есть от того количества, которое посмотрели пост, это будет как раз-таки количество переходов на ваш сайт. Есть ли другие способы рекламы в Телеграм? Есть ли другие способы рекламы в Телеграм-канала? Телеграм-канала именно или в Телеграм-каналах? Ренат, можете уточнить? Где запускать рекламу в Телеграме? Ну, смотрите, можете запускать рекламу через нас, здесь вы видите сайт компании руки, там можете создать проект и запустить рекламу через нас. Также можете запускать рекламу напрямую через каналы, как я уже сказал, то есть вы отдельно ищите каналы, проверяете статистику и договариваетесь с каналами о размещении. Реклама вне Телеграм. Ровно не очень понятно. И реклама Телеграма вне Телеграм. На самом деле, если у вас есть Телеграм-канал, то рекламируйте его только в Телеграме. Но если, конечно, у вас есть какие-то другие площадки, то есть, например, у вас кроме Телеграм-канал есть подкаст, есть площадки в других социальных сетях, можете рекланировать там. Но если вы рекланируете Телеграм-канал, то лучше его рекланировать в других Телеграм-каналах, то есть Телеграме. Могут ли вы заводить Телеграм-канал, на котором размещается реклама? Да, могут. На самом деле, да, это проблема. Как раз-таки это проблема, если вы будете размещаться напрямую. А если вы размещаться будете через нас либо через другие компании, то чаще всего это, так как техническая неполадка, это все устраняется не за счет клиента, то есть не за ваш бюджет, а за бюджет компании. То есть вы уже здесь будете ни при чем. Но если вы самостоятельно договорились с каналом, который потом заблокировали, то вам уже здесь никто деньги не возместит. Где запускать рекламу Телеграм? Так, это я уже ответил. Я сейчас буду встать наверх. Если какие-то вопросы были, можете, пожалуйста, сюда скинуть, чтобы они были в конце, потому что я что-то могу пропустить. Телеграм-бот. Ну вот, Телеграм-бот. Это Иван говорил, что его Телеграм-бот с CRM работает. Можете его рекламировать как раз-таки в тематиках для руководителей, для бизнеса. Это довольно-таки... Ну, тематика CRM не очень простая, и как раз-таки там будет и дороже, и там будет конверсия ниже. Ну, тоже клиентов таких можно найти. Проведите примеры лайфхаков и своего опыта. Ну, смотрите. Если, например, вы будете пользоваться для поиска каналов Телеметром или Телеграм-аналитиксом, давайте, например, Телеграм-аналитиксом, то вы сможете, чтобы быстрее найти Телеграм-каналы, смотреть, в каких Телеграм-каналах есть упоминания. То есть переходите на... Сейчас я, наверное, буду непонятно говорить для тех, кто не понимает, никогда этим не пользовался. Так, давайте у меня тут, наверное, будет... Я посмотрю на слайдах пример странички Телеграм-аналитикса, и там, может быть, понятнее. Вот, это страничка Телеграм-аналитикса. Если переходить на отдельный канал... Ну, да, здесь не так понятно. В общем, вы переходите на отдельный канал, там вы смотрите вот эти вот графики, которые я вам показывал, сколько было... Сколько подписчиков в этом месте, сколько в прошлом. И под этими графиками вы можете увидеть, какие каналы упоминают этот канал. Чтобы вам быстрее найти другие каналы, в этой же тематике можете, например, использовать этот столбец. То есть, смотрите, какие каналы уже размещали упоминания об этом канале. Скорее всего, это будет такая же тематика, примерно с такой же аудиторией. И можете спрашивать о рекламе у них. И также там есть графа, какие каналы размещают именно этот канал. То есть, на какие каналы он ссылается. Тоже можете посмотреть эти каналы, чтобы долго не искать отдельно в каталогах. Так, у Ивана бот-сборщик заявок. На самом деле, да. Ну, то, что бот, это, конечно, хорошо. Ну, тематика сложная. В принципе, да, можно пробовать. Не знаю, как у вас. У нас сейчас не очень много времени. Я бы вас, наверное, даже спросил про эффективность вашего размещения, потому что мне тоже интересно. Потому что у нас, например, размещали скорее сайты по такой тематике, чем боты и телеграм-каналы. Телеграм-каналы и боты больше по другим тематикам, не по CRM. Мне тоже интересно знать. А, нигде не размещали даже. Тогда интересно, как вы собираетесь привлекать вашу аудиторию. Ну, вам как раз-таки приманим дорогу к рекламе в Телеграм. Воспользуйтесь советами, которые я дал. Размещайте в Телеграм-каналах с вашей аудиторией. Либо размещайте через наш сайт, через руки.ру. Так. Если какие-то вопросы есть, пишите, потому что у нас остается последняя минута. И я, наверное, уже буду завершать. Скоро буквально последний вопрос, если есть. Так, вопросов нет. Тогда всем спасибо за то, что посмотрели этот суббинар. Будут вопросы, пишите мне на почту, либо пишите мне в Телеграме, я вам отвечу, либо переходите на сайт. Там, в принципе, уже есть информация, которая может быть, которая может ответить на какие-то ваши вопросы. Еще раз спасибо. Всем вам удачных запусков в Телеграме. Если что, обращайтесь. Всем пока. Хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.